Санкции против России вновь продлили. В ответ наша страна увеличила срок продуктового эмбарго. Как ситуация повлияет на обычных граждан, сегодня правительство Новосибирской области отчиталось о программе импортозамещения. На связи со студией корреспондент Николай Сальников. Он готов рассказать подробности. Николай, добрый день. Вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семко сегодня рассказал о ходе процесса импортозамещения и реиндустриализации на территории нашего региона. По его словам, сегодня главная задача импортозамещения это даже не ответ на западные санкции, а поддержка тех производителей, которые уже завтра смогут быть абсолютно конкурентоспособными и обеспечивать большую долю своего товара на экспорт. Сегодня в Новосибирской области сразу шесть предприятий заявили о готовности к импортозамещающим проектам. Во-первых, это производство так называемых имплантантов для тазобедренных суставов. Например, один из резидентов технопарка уже сейчас готов в больших промышленных объемах делать сложную электронную начинку для производственного оборудования. Есть сегодня и те площадки, где производятся бытовые и промышленные теплогенераторы. Более подробно о сегодняшнем событии мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Екатерина. Спасибо. Николай Сальников о программе импортозамещения в нашем регионе. Другим темам. Урожай на одном берегу, сельхозтехника на другом. В Ордынском районе один из поселков расколола надвое обрушенная дамба. Размытый стихий участок дороги никто не спешит восстанавливать. Заложники ситуации, простые жители и местные предприниматели. На месте событий сейчас работает мой коллега Александр Могилин. Александр, добрый день. Что у вас происходит? Здравствуйте, Екатерина. Эту дорогу в поселке Шара Пордынского района ремонтировали в прошлом году. Уложили прочный асфальт. И вот теперь можете посмотреть, в каком она сейчас находится состоянии. Обрушение произошло еще весной, во время паводка. Как раз здесь проходит дамба, которая как раз и обрушилась. Яма эта находится заброшенной уже несколько месяцев. Никаких попыток ее восстановить ни районные власти, ни местный муниципалитет не предпринимают. Проблема в том, что это практически единственная дорога. И получается вот этот обвал расколол поселок на две части. Все основные магазины и инфраструктура находятся по ту сторону. И чтобы добраться вот с этого берега, людям приходится делать порядочный крюк. К тому же скорая помощь едет в объезд, тратя драгоценные секунды. Но местные сельхозпроизводители вообще утверждают, что уборка урожая может быть под угрозой. Дело в том, что техника у них находится на одном берегу, а поля на другом. Проехать в объезд по федеральному мосту они тоже не могут. Не проходят по габаритам. Их могут за это просто оштрафовать. Здесь проехать техника, естественно, не может. Фермеры предлагали районным властям за свой счет помочь финансово, чтобы восстановить. Но получили отказ, поскольку без проектно-сметной документации и проекта восстановления никаких работ начинать здесь нельзя. А проектно-сметную документацию сельхозпроизводители делать не имеют права. Но пока вот все находится в таком плачевном состоянии. Подробности этой истории я расскажу уже в вечерних выпусках новостей УТС. Екатерина. Спасибо, Александр Могилин из Ордынского района, где под угрозой может оказаться уборочная кампания. Вы смотрите новости дня на канале УТС. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные интернет-издания. Ведомости пишут, продуктовая эмбарго привела к росту цены и снижению качества продукции. К такому выводу пришли в аналитическом центре при правительстве России. За полтора года с декабря 2013 по май 2015 продовольственная инфляция в стране достигла почти 29%, указывают авторы исследования. Основной рост пришелся на февраль текущего года. Эмбарго дает возможности выхода на рынок отечественных производителей, но процесс импортозамещения растянется не на один год. Это связано с длительными сроками окупаемости производства ряда продуктов. Например, чтобы построить в России новый завод по производству и переработке мяса птицы, потребуется минимум 2,5 года, плюс месяц, чтобы из цыпленка выросла курица. Продление же продовольственного эмбарго еще на год даст дополнительную возможность отечественным производителям для адаптации к непростым экономическим условиям и для реализации процесса импортозамещения, резюмируют эксперты. Лентару сообщает, премьер Медведев обязал сотовых операторов передавать информацию о ДТП. Отныне оператор подвижной радиотелефонной связи должен обеспечивать пропуск сигнала, установленным в транспортном средстве устройством вызова экстренных оперативных служб, то есть тревожной кнопкой. Это значит, что при аварии на трассе через систему ГЛОНАСС сигнала о происшествии автоматически получат диспетчеры службы скорой, пожарной и госавтоинспекции. Никакой абонентской платы за пользование эрой ГЛОНАСС взимать с автомобилистов не будут. И коммерсант открывается статьей под заголовком «Медицине показаны учеба и контроль». Социологи озвучили главные проблемы российских врачей. Это отсутствие государственного контроля за реальной практикой и нехватка квалифицированных кадров. А вот недостаток финансирования отрасли в этом списке оказался только на третьем месте. Сами же врачи считают, что повысить качество работы российского здравоохранения могли бы перевод медицинских работников на так называемый эффективный контракт и создание стимулов для работы медицинского персонала, а также развитие фундаментальной науки в таких отраслях, как доказательная медицина и фармацевтика. Продолжаем выпуск. В Новосибирске в одном из дачных обществ упала опора линии электропередачи. Владельцы садовых домиков уже больше недели сидят без света и воды. Ситуацией разбиралась наш корреспондент Елена Кинт. «Нет, не горячий, не холодный». Потому что не работает насос. Уже восемь дней в доме Ильяса Магараглы нет электричества. Обесточенный холодильник, испорченные продукты, черный экран телевизора. «Первые три дня наделись, вот-вот-вот дадут, все, где-то тысяч на десять мне мясо закупало, морозилка там, морозилка стоит, все пропало. Вот генератор принес, по-новому затарил. Это пять человек, семьи кормить надо, мне помного надо». 250 домов оказались без света из-за того, что рухнула опора линии электропередач. Ситуация осложняется тем, что сама линия проходит по территории частного предприятия. Поставщики энергии говорят, они просто не могут восстановить этот столб. «На линии передач авария, и, к сожалению, на территорию, где проходит эта линия передач, через которую проходит, для восстановительных работ нас не допускает. Автомобильным транспортом была повреждена эта опора. Как сказал выше, нас просто не допускает. Мы написали заявление в полицию, в прокуратуру. Прокуратура обещала разобраться, но, к сожалению, в драку не можем позволить себе лезть для производства восстановительных работ». В драку уже готовы ввязаться местные жители. Они тоже обращались и в прокуратуру, и в полицию. Сегодня собрались в очередной раз – постараться решить проблему. «Живут постоянно здесь, и бабушки, единственное, что у них для еды, что они выращивают на этом огороде. Нет поливочной воды, нет электричества. Что делать, мы не знаем. Идут уже до крайних мер. «Каждая семья, допустим, 2-3 тысячи тратит, на неделю, на две. Теперь вот у всех это все пропало. Это не 100 рублей, не тысячи. Это несколько сотен тысяч рублей улетело просто». «Я не знаю, как это быть. Уполномоченному у нас председатель звонил и по защите детей. Кто нам может помочь? Все отнекиваются, суд, прокуратура, все отнекиваются. Пока суд решится, у нас все погибнет». В итоге решили, если в ближайшие дни свет не загорится, люди готовы перекрыть федеральную трассу. Поставщики энергии говорят, можно все починить за несколько часов, но два хозяйствующих субъекта пока не могут договориться. Энергии нет. Елена Кинт, Александр Егоров, Новости ОТС. Предстоящей ночью новосибирцы смогут наблюдать самый яркий в этом году метеоритный дождь. Августовский звездопад вызван ежегодным прохождением Земли сквозь хвост кометы Свифта Тутля. Когда Земля пролетает через этот хвост, метеороиды пронизывают атмосферу со скоростью десятки километров в секунду. Разогреваются и, испаряясь, вызывают яркое свечение, которое называют метеорами. Самые крупные из них сгорая оставляют на небе след, который может быть виден десятки секунд или даже минут. На пике потока Персеиды его активность, по прогнозам астрономов, может составить до 100 метеоров в час. А затем каждую последующую ночь снижаться. На этом все о других событиях в следующем выпуске новостей в 18.30. Я с вами прощаюсь до этого часа и желаю хорошего рабочего дня.